7 часов 35 минут и у нас здесь на столе сегодня разложены свежие газета это значит у нас стало время традиционной рубрики обзора меди и о чем же пишут сегодняшние газеты понятно что сегодня первые полосы посвящены мэру таллина эдгара сависару которого я напомню решением харьевского суда отстранили от должности а точнее приостановили его полномочия в роли мэра но газеты общереспубликанские не написали сегодня вот о чем вчера подал в отставку вице-мэр нарвы по вопросам коммунального хозяйства максим волков у нас сегодня в студии редактор портала rus.err.er тур томанка с которым мы и поговорим об этом событии артур доброе утро доброе утро много очень говорилось о том что одной из причины вероятных возможных этого решения являлась недвижимость по адресу рютли 8 в нарве да максим увидел в этой сделке возможность коррупционной сделки я так понял что в мэрии и в городской управе нарвы это отрицают а сам же максим вчера опубликовал в социальной сети фейсбук большой большой сообщение в котором сказал что причинами отставки были причины личного характера не оправдавшиеся ожидания проблемы какие-то семейного плана и так далее что решение это абсолютно самостоятельно скажи как ты думаешь действительно ли это так или это немножечко лукавство и все-таки вот тот самый момент с недвижимостью сыграл свою решающую роль я думаю что из его поста который он опубликовал в социальной сети видно что решающим все-таки моментом была история с возможной продажи недвижимости то есть как бы никакого решения нас на данный момент нету но этот вопрос обсуждался несколько раз на разных комиссиях в управе и поэтому максим с этим был не согласен с тем с предложенным проектом решения давай напомним нашим телезрителям о чем там речь в этой истории недвижимость по адресу рюкли 8 до историческая часть нарвы с одной стороны темный сад и променад о котором многим известно в том числе и другие не только жители не только жители жители нарда да на по с другой стороны ратуша новое здание нарвского колледжа и вот это место оно довольно ценное то есть она цена сама по себе цену своим положением вот и это недвижимость в свое время была отдана под развитие конкретной фирме евро эксперт групп вот она должна была там построить как было заявлено общежитие для студентов однако студентов нарвского колледжа однако как потом выяснилось переговоров с колледжем никаких не велось никаких договоров не подписывалось и что там на самом деле хотел делать предприниматель неизвестно также не были выполнены определенные условия договора с города на котором мы были передана эта недвижимость это определенные инвестиции за определенное время необходимый уход за этой недвижимостью никаких отчетов городу не было представлено на сегодняшний момент и поэтому это все как бы вызывало многие вопросы вопросы сомнения действительно вот появился в конце конце прошлого года начале нынешнего года где-то зимой идея от самой фирмы о том чтобы выставить эту недвижимость на продажу с правом застройки и этот вопрос обсуждался на комиссиях комиссии в итоге поддержали этот проект и принципе уже был готов проект решения однако когда вице-мэр стал разбираться в этом вопросе он увидел достаточно много рисков для города вот он об этом это озвучил ведь город же в ответ говорит что мы получим 75 тысяч евро разом что является в общем-то достаточно хорошим вариантом для нас но за другой стороны вице-мэр в своем же докладе приводит пример такой на окраине города просто заасфальтированная площадка была продана на открытом аукционе за 151 тысячу евро и получается что вопрос да почему в историческом центре нарвы 75 тысяч какая-то площадка на окраине 150 да то есть как бы если просто выставить эту чистую недвижимость сняв с нее с права на застройки то город возможно может получить если захочет больше денег то здесь ключевое слово возможно да то есть либо решение никакого нету до сих пор нет никакого решения если она вынесет тогда уже можно оценивать максим говорил в своем и в том же самом посте до в фейсбуке о том что ввиду того что сейчас на центристской партии сгустились тучи но не самые лучшие времена да и мэра таллина сейчас подозревают и председателя голых горсобрания подозревали да ну вот в должности решили не одни отстранить его от должности сейчас нужно быть осторожными и ни в какие даже подозрительные сделки не ввязываться справедливо ли это утверждение ну почему его тогда не слушают если если сейчас вот все государственные городские чиновники ввязываются в подозрительные сделки надо всегда они только когда когда есть какие-то проблемы в партии. Тогда почему же городские чиновники говорят о том, что все в порядке, все хорошо, никаких проблем у нас нет? Что они должны сказать? Что все плохо, но мы при этом будем так делать? Нет, они могут согласиться же с мнением своего вице-мэра, они же сами его назначили на этот пост. В данном случае решают все-таки не чиновники. Чиновники готовят документы. Решает мэр и депутаты городского собрания. А они как раз поддерживают все-таки ту точку зрения, что возможное выставление на продажу с обременением права на застройку – это, с их точки зрения, выгодный вариант. С уходом Максима, как ты думаешь, решение будет принято однозначно и эта недвижимость будет продана? Нет, нет. Просто после такого шума вряд ли я сомневаюсь, что они пойдут на это. То есть это решение будет теперь уже отложено в долгий ящик или что с ним случится? Или пересмотрено. Или пересмотрено. Как того, на то им, в общем-то, и настаивал Максим, чтобы его пересмотреть, не в пользу того, чтобы продать все сразу. То есть ценовой своего, можно сказать, рабочего места, на благо горожан, Максим все-таки добился того, о чем хотел. Посмотрим. Добился ли? Добился ли? То есть ты еще не уверен в этом? Нет. Не уверен. Артур, скажи, пожалуйста, ввиду того, что Максим сегодня покинул пост вице-мэра, что изменится в Нарвии? Абсолютно ничего. Будет новый человек, который просто займет это место? Может быть. А может быть, оставит все-таки так и есть. То есть Нарва хоть довольно и большой город, третий, да? По величине. По величине. Но, с другой стороны, в правящей партии, в Нарве, наблюдается дефицит кадров. Они очень долго искали мэра в свое время. Искали вице-мэра тоже, в принципе, достаточно долго. И найти человека, который подошел бы им, будет довольно сложно. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет решаться долго. Учитывая то, что на данный момент там вице-мэра хватает, чтобы работала сама, технически работала управа, я думаю, что это вопрос не времени. Ну что ж, это будет следующая новость, которую мы с тобой обсудим, когда уже будет новый вице-мэр, подходящая кандидатура или нет. Артур Томан, редактор портала rus.err.ee, был у нас в студии сегодня. Спасибо.